Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил, и я живу у самого восхода. Тут подошло бы, что тебе сказать про Барнаул, но его даже отправили не в рифму. Ну что тебе сказать про гор на Алтайск, вполне может спросить Андрей Турчак. Почти генсека партии власти, секретаря Генерального совета партии Единая Россия Андрея Анатольевича Турчака отправили, как сказали бы, в СССР на самостоятельный участок работы. Всесильный партиец, он же заместитель председателя Совета Федерации, вновь высаживается на почву. Турчак уже был псковским губернатором. Теперь Турчак в Рио главы Республики Алтай. Привет, Руберия! Давайте о неожиданном повороте. Все эти Сахалины, Барнаулы, Кутлу, Букаши, Горноалтайские для Москвы один черт звучат, как тьму таракань. И вот с мягких ковров имперской столицы вынужден высадиться на скалистую почву один из самых значимых внутриполитических лидеров. Турчак у китайской границы, ссылка или маневр? Хотите политиков в политике? Тогда почему вас так радует экономист во главе Министерства обороны? Сакральный брат Андрей, директор родильного дома тюркских народов. Помните, как вы радовались замене министра обороны? Даже штатские. Новый министр это новая надежда. Надежда на скорую победу, на улучшение снабжения передовой. И на многое то, о чем пишут Z-каналы и говорят патриотические блогеры. Повторять не буду, там знаете ли, все это на грани статьи о дискредитации армии. Патриотом нынче быть нужно мужество. Я патриот, но не Z-блогер. По сути, отставленный Андрей Турчак тоже был как минимум министром партийного строительства Российской Федерации. Главой главной партии страны. И если не генсеком партии власти, как я сказал в начале, то точно как минимум секретарем ЦК. Андрей Анатольевич дофига чего решал. Партия сейчас не имеет закрепленной в Конституции руководящей роли, но за национальный проект из губернаторов спросить вполне себе может. Куда ни копни, везде жидко. Везде. И одни сказки и рассказы про выпадающие доходы областного бюджета. Выпадающие доходы у всех. А голова на плечах, к сожалению, не у каждого. И выборы губернатора, они пройдут в соответствии с законом. В сентябре 2023 года. Кого мы будем поддерживать? Кандидаты, которые свои обещания предвыборные не выполняют. По одной из версий, этот разнос стоил кресло омскому губернатору Буркову. И вот профессионального политика Турчака отправляют на монгольскую границу. Ну и Китай там тоже рядом. Вместо почти 2 миллионов членов Единой России непосредственно, он может влиять на 200 тысяч жителей одного из самых небольших субъектов Федерации. Избирателей в Республике Алтай, и того смешнее, 163 584 человека по данным Центра избиркома. И это пучок сигналов. Кто-то может решить, что политика в стране закончилась. Но на самом деле политика никогда не заканчивается. Она трансформируется, и сейчас политика опять изменилась. Один из богов политического Олимпа отправлен обжигать горшки. Когда-то в России сжили губернаторов-тяжеловесов, которые могли влиять на решение президента. Затем в России сжили местных губернаторов. Вместо них стали присылать типовые детали, обточенные в мастерской управления Сенеж. Сейчас сворачивается институт вице-губернаторов по внутренней политике. Вместо них прекрасно справляются силовики. Мы делали об этом отдельный выпуск для тех, кто на ютубе. Вот тут будет всплывашка. Для остальных ссылка в описании. И вот сейчас, как венец решений, на границу, где тучи ходят хмуро, направляется лидер партии власти. Но все это все равно не конец политики. Просто не нужны царедворцы. Нужны рядовые солдаты партии. Сегодня твой портрет несут физкультурники на Красной площади на параде. А завтра ты едешь с секретарем месткома в Баул. Где-то придутся к месту ветераны СВО, которые, может, и будут факапить, зато очень искренне. Где-то будут, пусть недалекие, но прошедшие новые территории технократы, считающие, что внутреннюю политику может возглавить их зам по ношению айфона. Где-то напротив, вместо технократического подхода, нужно добавить немножко романтики. Все перемелется, да все уже перемалывается. В краю, где спорят волны и ветра, живут немногословные мужчины. И острова как будто синера. В Россию возвращаются с Путины. Путин провожал Турчака в дальние пределы по видеосвязи. По сути, Путин не сказал ничего двусмысленного, но как-то все это было довольно византийски. Это в СССР говорили, ты уже подрос, пора на самостоятельный участок работы. Но самостоятельный участок у Турчака уже был, он же княжил в Пскове. А тут опять самостоятельный участок. И, несомненно, ответственный, да еще и с бешеной перспективой развития туризма. Регион перспективный, особенно сегодня, имея в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области, имея в виду республику Алтай. Разок Владимир Владимирович на балет сходил, после чего развелся. Как-то тут для Турчака тоже зазвучало явное лебединое озеро. Глупо верить, что это пожизненная ссылка. Знаете ли, и не из таких передряг люди возвращались. В том же СССР кидали неугодных на сельское хозяйство. Горбачев после этого стал генсеком. Животноводство, ударный фронт, продовольственная программа, дело всенародное. Отправка Турчака на монголо-китайскую границу это еще и переворот игры. Про Путина любят писать о перевороте им глобальной шахматной доски. Так вот тут точно удалось перевернуть доску внутри политическую. Если раньше было понятно, что есть некие правила, то теперь правила может и есть. Но они весьма неочевидны. Сильнее всего пострадала репутация так называемых политологов. Теперь придется угадывать новые правила и самим в них верить. Знаете, политологи это СММщики. СММщики ведь на самом деле не знают алгоритмов в социальной сети. Они лишь о чем-то догадываются, но продают свои догадки как учебник. Внутриполитический аналог СММ российские политологи. Они тоже не знают правила системы. Но делают вид, что знают, предлагая другим придуманные конструкции. А кто на самом деле знает, как работает алгоритм? Верно, алгоритм знает только главный программист, но никому не скажет. Потому что есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет алгоритмов вообще. Если не Путин, то код. В смысле перепишут уникальный культурный код нашей нации. Кто будет программировать эту странную социальную сеть из губернаторов, партийных секретарей, силовиков и декоративных оппозиционеров? Первую неделю верилось, что Турчак идет под мегапроект объединения Республики Алтай с Алтайским краем. Это было бы достойным вызовом. Объединить два субъекта в России пока не смог никто. Все заканчивалось скандалами. Ненецкий автономный округ. Фраза Марата Хуснулина. Не хочу я заниматься еврейской автономной областью с точки зрения трудозатрат. Да даже робкие разговоры об агломерации. Все тонуло в безгеэлит. То, что два Алтая объединятся, за неделю было многократно опровергнуто. Вместо расширения геополитического влияния нового в Рио прилетел человек, похожий на Германа Грефа, и поругался с таксистами в аэропорту Горноалтайска. На правах собственника, так сказать. Хочешь здесь работать вот так, чтобы не было одет? Понятно тебе? Не слышу. А вот кто-то. Я собственник этого аэропорта. А ты кто? Сколько же таксистов среди 163 584 избирателей в Республике Алтай? Теперь наглые москвичи явно потеряли какое-то количество голосов работников руля и смартфона. Таксистам же все равно, что Греф, что Турчак, это какие-то московские гости. Придется писать для таксистов отдельные пункты предвыборной программы «Фаворита». Рассчитываем на его огромный политический опыт. Давайте закончим тем, что для нас, Турчак, теперь что-то вроде сакрального. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани союза. Но Алтай, если не гавань, то колыбель тюрков. Кстати, о самой дальней гавани союза, может и правда, если взять союз России и Беларуси, а гавань как метафизическую тихую гавань. Так вот, Турчак теперь просто как сакральный брат, директор метафизического родильного дома наций, населяющих различные передовые и не очень субъекты Российской Федерации. Вы уж, Андрей Анатольевич, берегите там землю про отцов. Как говаривал Циолковский, земля – колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбель. Вот и Алтай, хоть и колыбель тюрков, но Турчаку вряд ли предстоит работать там вечным акушером. Веселей товарищи по партии, пусть никто не знает правил, но где-то они есть. Игра имеет свойство переворачиваться, и теперь уж мы понимаем, насколько непредсказуемо. Это был... Ставь нам лайк на Ютубе, и помни, что любые социальные реакции продвигают видео в любых социальных сетях. Мы будем рады даже вашим какашечкам в Телеграме. Скоро увидимся.